Битанские учёные подвергли сомнению теорию о пользе малых доз алкоголя. Даже после употребления всего, говорят они, одной кружки пива или одного или двух бокалов вина, человек может потерять самоконтроль. Артемий Симонян решил проверить, так ли это на самом деле, и чем опасен слегка выпивший человек для себя и окружающих. Мне красненького. Практически не пьющая москвичка Анастасия согласилась принять участие в нашем эксперименте. Пока вино ещё только наполняет бокал, мы попросили её выполнить несложное действие – отправить СМС своему молодому человеку. После бокала вина – повторный тест с сообщением. Появился лёгкий тремор, и буквы стали заплетаться. Возникла потребность в общении и во втором бокале. Молодой человек, а можно ваш номер телефона? Нет, извините, у нас не принято. Ну тогда ещё вина. Мне кажется, вам уже достаточно. Да не выдумывай, наливай. Для чистоты эксперимента было решено повторить красное сухое. После двух бокалов я чувствую себя прекрасно. У меня всё под контролем. Я вас всех люблю. А мальчики придут? Но пока что пришла лишь нетвёрдая походка. И незатейливый тест с касанием пальцами кончика носа тоже провален. Это происходит с каждым, уверенно заявляет Семелье, при этом продолжая наполнять бокал. Человек расслабляется, и ему хорошо. Он как бы чувствует какую-то лёгкость, и ему хочется эту лёгкость и повторить. Но медики говорят, что даже если избежать повторного бокала, потери контроля, увы, не избежать. На самом деле, любое употребление к алкоголю ведёт к мини-отёку головного мозга. То есть в связи с этим меняется сознание. Если человек начал употреблять в плохом настроении алкоголь, то, соответственно, вся вечеринка так и будет продолжаться. Но и хорошее настроение вначале в излиянии, пусть и ограниченных, не убережёт вас от последствий. Самостоятельно в момент эйфории справиться невозможно. Это потом, уже постфактум, анализируя в трезвом состоянии, он подумает, а что это я сделал тогда, в тот момент. Это для меня не совсем типично. В 21 веке вспомнить свои пьяные подвиги помогут видеоролики, которые выкладывают в сеть очевидцы. Они-то, кстати, в основном и страдают. Ну не надо мусорить. Болись со своим ребёнком в пансионат. Пускай тебя муж заплатит. Да его не пробуйте моего ребёнка. Пускай тебя муж заплатит. Овца ты тупая. Я не тупая, я овца. Пить или не пить? Вот в чём вопрос. Если вы не хотите потерять над собой контроль, ответ экспертов однозначный. Конечно, не пить. Но если вы хотите рискнуть, будьте готовы к неожиданным приключениям. Которые, впрочем, не всегда хорошо заканчиваются. Можно ли вообще в таком случае говорить о пользе малых доз алкоголя? И пусть это всего лишь красное вино. В вине содержится более 600 полезных микроэлементов. Один из них – это элемент, который очень пристально изучается уже в течение 10 лет учёными. Потому что он называется молекулой молодости. Называется он ресвератрол. Ну алкоголь, он, честно говоря, перечёркивает, наверное, пользу любых полезных элементов, которые находятся в вине. Учёные спорят уже не одно десятилетие. И, похоже, вывод очевиден. Но осознать его можно только на трезвую голову. Разговор о влиянии малых доз алкоголя на человека продолжим с нашим гостем. У нас в студии доктора биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека Российской академии наук Сергей Савельев. Сергей Вячеславович, Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну что, подтверждаете выводы ваших коллег? Малые дозы действительно так же негативно сказываются на нервной системе человека, хотя некоторые считали, что чуть-чуть, да можно. Английская провинция, что-то можно сказать. А на самом деле как? Дара-дырой. Нет, дело в том, что не умеют в Англии ставить эксперименты, особенно с контролем. Это хорошо и давно известно. Значит, дело в том, что малые дозы алкоголя, во-первых, у нас вырабатывают в собственном организме. Мы знаем, что девушка, которая следит за своей фигурой, и она утром решает, что, ну, коже, стакан апельсинового сока, правильно, там, куросан и маленькую чашечку кофе. Так вот, значит, у нас, поскольку считает человек, выпивший за рулем, когда у него 0,3, значит, у девушки будет как раз ровно такая цифра. Почему? Потому что апельсинчик, то он это самое даст. Но, тем не менее, девушка, которая следит за фигурой, и решила, несмотря ни на что, с утра на завтрак выпить 0,5 пива, здесь не может сесть за руль. Так вы не завтрак такой, да? А в Европе, тем не менее, может сесть за руль. Чьи же законы в этом случае верны? Европейские, потому что любой прием пищи, любой прием пищи, я подчеркиваю, это что? У вас вы выпили кефир, вы выпили кумыс, вы выпили простоквашу домашнюю, съели. У вас алкоголь будет в крови, при исследовании такой же, как будто бы вы выпили небольшое количество реального алкоголя. Более того, разница алкоголь до гидрогеназы, то есть фермент, который щепляет алкоголь, у разных народов разный. У северных мало, у южных много. И поэтому законодательство каждой страны, каждого района должно адаптироваться к определенной ситуации. Но у нас же не адаптировано? У нас нет, а для того, чтобы не выдавать людей в нормальном физиологическом состоянии после приема пищи, не путать с алкоголиками, тогда это просто люди становятся все выязвимы. А что есть вообще малая доза алкоголя для человека? Мы сейчас обсуждали бутылку пива, да, допустим, да? Две бутылки, это все равно малая. Если перед вами мужик весом 150 килограмм, и для него две бутылки пива, это по алкоголю до гидрогеназы. То есть метаболизм подробно? Да, он это все, да. Я из ваших слов могу сделать вывод, что вот эту малую дозу каждый должен для себя нащупать сам, потому что, как вы сказали... Мне кажется, очень опасно, вот то, что ты сейчас сказал. Эксперимент, чистый эксперимент, дело верное, как вам говорят. А вы же видели, что не каждый может себе отдавать отчет в этом. Вы знаете, вот мы обсуждаем алкоголь, но это смешно, потому что у нас внутри мозга вырабатываются еще более приятные вещества, такие как канабиоиды и опиоиды. Люди не могут пойти в магазин и приобрести их, слава богу, поэтому алкоголь могут и приобрести. Из мозга очень трудно добыть, да. Да. Вот, я думаю, что нащупать надо самим собственную дозу, потому что, как вы сказали, и возраст, и пол, и вес, и физическая принадлежность... Все это будет влиять все равно, и для кого-то малая доза, прописанная в журнале, в каком-то очень популярном, окажется практически смертельной. Ну, не смертельной, но опасной. Ну, а с ощущениями. Ну, а как винокрасного после ужина даже? Вот в какой-то момент это было чуть ли не рекомендацией врачей? Ну, вы знаете, я видел в США, там вот девушки такие по 50 килограмм, субтильные, идут вечером в ресторан, три девушки бутылку вина распивают на троих, эту самую вина, садятся за руль и разъезжаются по домам. Никому в голову не приходит, что они что-то делают не так. То есть вопрос культуры употребления алкоголя. Потому что у нас разреши, там, 0,3 или 0,4, у нас тоже начнут. А сколько там стаканов? У нас же тормозов нет. Поэтому здесь я считаю, что должно быть, конечно, поднят по закону вот эта промилль вверх. Должно быть больше, но наказание за то, что человек... Выпил стакан и сел за руль, должен быть таким, чтобы больше он никогда за руль не сел. Плюс культура питья. Да. На студии был доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии Человека РАН Сергей Савельев. Спасибо. Спасибо. Спасибо.